Украинские кризисы, в частности нынешнее положение дел с реализацией минских договоренностей, обсудят сегодня лидеры трех стран России, Казахстана и Белоруссии. Неформальная встреча пройдет в Астане. Перед саммитом Владимир Путин уже провел отдельные переговоры с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Президент России выразил уверенность в том, что нашим странам удастся преодолеть все экономические трудности. Для этого необходимо решать сообща. Ситуация непростая в мировой экономике, с учетом ситуации на рынках, о которых вы сейчас упомянули, но я уверен, что созданные в том числе и при вашем непосредственном прямом участии в Казахстане и на всем постсоветском пространстве основы функционирования экономики, социальной сферы, безусловно, помогут нам преодолеть эти сложности. Но, разумеется, если мы будем это делать вместе, так как мы делали это в предыдущие годы, нам легче будет выходить из ситуации, которая сложилась сегодня. Нурсултан Назарбаев отметил, что со снижением экспортных цен на нефть появились риски для ЕАЭС. Как было сказано, необходимо регулярно сверять часы, чтобы совместными усилиями контролировать ситуацию. Президенты также обсудили подготовку к празднованию 70-летия Победы. Нурсултан Назарбаев сейчас снова баллотируется на пост главы республики. Выборы в Казахстане пройдут 26 апреля. И в беседе с журналистами Владимир Путин сегодня поддержал кандидатуру своего коллеги и пожелал успеха в предвыборной гонке. Нурсултан Назарбаев, он, безусловно, признанный лидер своей страны. Человек очень авторитетный не только в Казахстане, но и во всем мире. Известный политикой, действительно узнаваемый, авторитетный. И в этом смысле он поддержки со стороны вроде бы и не нуждается. Но для всех, кто любит Казахстан, для всех, кто дорожит его стабильным, поступательным и очень заметным развитием, для всех, конечно, очень важно в эти дни поддержать президента Казахстана. И я, конечно, тоже в средине. Желаю успехов. Ну а в эти минуты в Астане началась трехсторонняя встреча. Вот эти кадры мы получили буквально только что. К лидерам Казахстана и России присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государства обсуждают международные проблемы и текущие вопросы в рамках взаимодействия Евразийского экономического союза.